Ну а телемагазин продолжается, и продолжается он вкусно. И особенно легко для нас сейчас будет проходить эфир, так как в гостях у нас Данна Маркетан, которая нам сразу сказала, помогать мне не нужно. Я сама справилась. Здравствуйте всем. Да, мы рада вас приветствовать, потому что сегодня замечательный такой день, и потому что мы будем готовить сладенькое. Самое интересное в этом сладеньком, что это не просто какой-то рецепт, который мы решили взять и приготовить. У тебя есть сын, талантливый, потрясающий, и мы узнали, что этот рецепт тоже рецепт Дениса. Серьезно? Часть этого рецепта, это часть рецепта, который Денис мне предложил, он меня научил на прошлой неделе, он попробовал, где-то увидел в интернете, значит, арахисовую пасту он сделал, и мы ее уже повторили дома делать, и получилось очень вкусно, чем-то похоже на халву, но это, ну, натуральное все. А я уже придумала, ну, чтобы обыграть все это, придумала, потому что у меня скоро день рождения, сделать такие сэндвичи-мини-тортики на печеньях с фруктами, потому что сейчас уже, ну, вот-вот лето, и поэтому я очень-очень рада, что сегодня мы попробуем это сделать, это премьера... Семейного блюда. Сто процентные. Тогда нашим телезрителям стоит следить внимательно для того, чтобы тоже потом повторить эту красоту, надеюсь, и вкусноту, мы потом все попробуем обязательно. Да, но мы тебя так будем отвлекать, конечно, будем тебе мешать, раз ты сказала, что справишься сама, тогда будем с тобой просто разговаривать. Вы разговариваете, я буду мешать. Летняя именинница, мне кажется, летние именинники, они все какие-то особые, это люди с хорошим настроением. С хорошей энергией. У меня почему-то есть такая ассоциация. Солнце, люди солнца, как говорят, июнь сейчас будет очень таким солнечным, очень хорошим для всех, особенно для женщин. И поэтому, это потому что я родилась в этом месяце. А у тебя, Лет, это больше такой продуктивный период в плане работы, или наоборот, как раз возможность наконец-то оторваться, отдохнуть? Нет, это самый продуктивный уже. Слава богу, что все лучше стало. Да. Мы начинаем все работать. Ну да. Значит, и поэтому куда-то втыкнуть. Так, а сейчас Саша нам поможет. Саша, помоги. И поэтому для меня сейчас и вообще лето очень рабочие моменты. И отдыхаем больше уже зимой. Все правильно. То есть даже вот этой зимой я была два раза в Египте. Один раз с Дениской, другой раз была с коллегами. Ну, ничего, мы не пугаемся. Ну, ничего, мы мешаем. Будем паузы делать. Думаю, может быть, там Водичкиным, если сможешь помочь. Так, еще нам нужно. Ну, то есть ты набрала сил зимой для того, чтобы сейчас творить. Давай мы скажем вообще телезрителям, что мы делаем. У нас был арахис, и я видела, что он в кожуре. Он в кожуре прямо, да? Почему? Я говорю Дениска, ну, своему сыну. Он говорит, мама, я вот хочу такое сделать. Я говорю, кожуру нужно почистить. Он мне говорит, мама, ну это же очень долго. Я говорю, ну, делай так, старый человек. Он сделал, получилось очень хорошо. Водичка точно будет нужна. Еле? Есть. Да. И получилась очень вкусная паста, и поэтому, я думаю, водички чуть-чуть надо будет. Там белый шоколад, там арахис. Белый шоколад. И ты добавила сахар. И чуть-чуть вот водички мы добавим. Чуть-чуть. Немного. Все, все, все. Расскажи, Дана, а часто ли Денис тебя балует какими-то вот такими кулинарными, да, придумками? Вот если что-нибудь у нас в доме появляется, то это однозначно работа Дениса. То есть у него все время есть какие-то идеи, он все время что-то делает новенькое. Но он, наверное, чеком-то водошвляется из домашних. Ты, наверное, тоже не чуждая к этой готовке. Поэтому я говорю, я могу там яйца пожарить, картошки пожарить, сделаем салатик. Зума позамытая, так что-то нормально. Напомню, сколько лет было? Ему уже 12. Вчера он должен был полететь в Россию, к сожалению, не получилось, он вернулся обратно. Ну, проблема сейчас. Все хорошо, все здоровые, но просто вот так вот, ну, не получилось. И он плакал очень. Ну, вот я его обрадую, наверное, этим. Ну, нам зачем? Скажи, что будет больше времени на кулинарный эксперимент. И сейчас сезон, фрукты, злоба овощей, можно варить. Тогда мы будем обязательно. Я поэтому мешаю, чтобы мы быстрее сделали. Угу. Вот. А есть какое-то название уже утром? Ну, сэндвич-тортик с арахисовым, с арахисовой пастой. Какая приятная пастель, это яркая, блестящая Дана Маркетан, которая готовит вкуснятина. Дана, расскажи, пожалуйста, чем наполнены сейчас твои творческие будни, и чем ты сейчас занята, на чем ты сейчас работаешь? Сейчас я репетирую очень активно с бэндом, с которым я когда-то давно работала, на мероприятиях. Там у нас 14 человек. Большой оркестр, это можно так сказать, даже не бэнд. Мы репетируем новый репертуар, работаем, конечно же, над новыми песнями. Недавно у меня была презентация клипа, но в народном стиле первый клип моей, ну, и первая песня в народном стиле для меня написанная. То есть развиваемся в музыку, идем дальше наверх и радуем людей, потому что, ну, если я рождена в июне, то по-другому нельзя. Ну, это, конечно, моя прям такая задача получается, но сегодня ты радуешь не только своим творчеством, сегодня еще вот таким интересным рецептом. Уже паста у нас, так понимаю, готова. Она готова. Арахис, белый шоколад и сахар. Вот что там внутри, все это мы перемололи с помощью... Да. Аромат уже, ты знаешь, от клубники идет, мне кажется, уже и от пасты. Самое главное, мы перемололи, значит, да, она сама все делает, а мы с тобой, да, стараемся больше других. Давай, может, мы тебе на этом этапе поможем? Давайте, мне поможем ложечки, тогда, если, чтобы у нас получилось активнее. Берем ложки, что нам нужно сделать? Нам нужно вот делать из этого всего вот такой сэндвич. Так, хорошо. Сэндвич, а потом мы это все украсим просто, значит, клубничкой. Хорошо. По два печенька мы вот так сформируем, да? Да. Так. Сколько у нас будет порций? У нас будет порций, чтобы нам хватило. А, это, значит... Это хорошая пропорция. Команда у нас большая, мы любим, чтобы всем хватало. Да, значит, мы уже поняли, что сейчас репетиции, впереди, значит, выступление. То есть, вполне возможно, что дальше и альбом. Альбом. Да я, вы знаете, и больше по синглам как бы настроена. Сейчас, кстати, все перешли на EP. Да. Вот, то есть, нам стоит ожидать уже и этого. Да, я думаю, что так, да. Отлично. Все. Инспирейшн берем из-за границы. Правильно. Потому что мы смотрим, кто что делает, как, анализируем. Ну, и понятно, молодежь сейчас по-другому, они работают, все вот это, тик-ток и так далее, но пение никто не отменял. Конечно. Во-первых, пение никто не отменял. А заметила вы сейчас, не знаю, после, когда уже все-таки пошли послабления, после пандемии, вот что людям хочется слушать? Есть уже вот какое-то понимание? Людям очень хочется танцевать, и из разговоров и рассказов моих коллег, которые уже начали активно выступать, они говорят, что люди как будто сорвались, значит, с цепи, они все очень счастливы на этих мероприятиях и очень-очень активно танцуют, поэтому, я думаю, танцевальные песни, это будет то, что нужно всем. Потому что на жалости многие припали, ну, потому что, ну, чуть-чуть манипулировать можно, да. Ну, уже хватит. Мы сейчас тоже, да, хотим танцевать. Я думаю, что всем уже, вот, ну, вот... Устали все отгрустить, всем пора веселиться. Всем сейчас время веселиться, как раз это значит, выходит мое время. Да, все так и есть. Пришло мое время, зовите меня на свой праздник. Да, Анна, мы тебя сейчас зовем на нашу сцену. Во-первых, спасибо тебе огромное за вот это блюдо. Мы тебя приглашаем на нашу площадку, потому что радуйте наших, своих слушателей, телезрителей. Это действительно то, в чем ты просто рыба в воде, поэтому на площадку нашу, пожалуйста, мы тебя на сцену приглашаем. А сейчас мы услышим песню в исполнении Даны. Маркетан, это всегда ярко и зажигательно. Вкуснятина, мы тоже приготовили рецепт очень простой, а выглядит эффектно. Если вдруг появились гости, ты собираешься это есть уже. Пока Дана будет петь, я буду пробовать. Рецепт.